Здравствуйте, с вами мой влог «Ничего святого» с Сергеем Подярковым. Я тот художник, который может видеть каждого. Вы знаете, никто не считает Бога таким идиотом, вот как истово верующий. Они часто низводят представление о Боге, то есть они приписывают Богу в своем воображении ту придурковатость носителем, которой они сами являются. Огромное количество дураков, они истово верующие. Причем во что бы они ни верили, там, в Христа, в русский мир, в инопланетян, в коммунизм, в вегетарианство, в том, что воду можно зарядить возле телевизора, как это миллионы людей, закончивших дурацкую советскую школу, делали, неважно. Эти люди, если они верят в Бога, они считают Бога таким же тупым и примитивным существом, как они сами. Особенно попы. Вы знаете, вот попы, они вообще лишают Бога права на выбор, то есть в их представлении. Бог не может делать что-то по своему усмотрению, если этого не прописано в церковных книгах. Ребят, вот честно скажем, если кто-то из вас глубоко знаком с содержанием Библии, то вы понимаете, что суть этой книги в том, что никто из нас не может Богу указывать. То есть он самостоятельно принимает решение по своему усмотрению. То есть открыть какое-то божественное откровение он может по собственному желанию, не согласовывая его с каким-то патриархатом. То есть вот он вам может явиться и нам может явиться откровение. А совсем не тому, кто долго выслуживался по церковной линии. Понимаете, у Бога есть это право. И я понимаю, что церковь лишила Бога этого права. Но что-то мне кажется, что у Бога авторитет церкви находится на максимально низком уровне. Вот жалко нельзя произвести какой-то опрос, чтобы вот этот божественный демиург явил миру, с каким презрением он относится к церковным чиновникам. Ребят, когда нам начинают вот эти манипуляторы рассказывать, что, дескать, когда мы задаем вопросы, на которые им тяжело ответить, они говорят, что пути Господни неисповедимы. Стоп, секундочку. Так а что же вы, брехливые твари, начинаете нам что-то вещать с Амвона. Если пути Господни неисповедимы, то зачем вы занимаетесь исповедованием этих путей? То есть, если они не открыты нам, у вас, то есть, как бы есть желание намекнуть, что по особому блату Бог с вами общается как-то ближе, чем с нами. Ребят, ну, те, кто пытаются оседлать веру, делать на ней коммерческую веру, ребята, это разные вещи. Потому что верующие, истово верующие, и вот эти вот полуумные пастыри, они считают своим личным врагом любую логику, образование, здравый смысл. То есть, когда верующему говоришь, ребята, Бог бессилен, Он не может заправить вашу машину бензином или удалить вам аппендицит, нельзя молитвой вылечить открытый перелом. Подождите, это не работает. На тебя начинают обижаться, говорить, что ты там какой-то еретик, раскольник, и Бог поругаем не бывает. Говорю, да, вот тут мы с Богом коллеги. Мне тоже пофиг, что обо мне думает дурачок. Я думаю, если допустить существование Божье, то нет ничего более богопротивного, чем вот та форма религии, которую вот особенно пытается продавать русская православная церковь. И когда они пытаются осуждать, сами будучи самосвятами, будучи по церковным законам нелегальными, в общем-то, раскольниками и сектантами, они пытаются осуждать то, что по церковным канонам, по закону церковному Украина получила Томас, я всегда даю им простое объяснение, причем божественно простое. Я говорю, Украина получила Томас, ну, если вы верите в Бога, потому что была на то Божья воля. Вот была на то Божья воля, и русская армия сдрыснула от Киева. Вот была на то Божья воля, и наши хаймерсы, животворящие орков, извините, орки просили не обижать их сравнением с русскими, вот они молотят, была на то Божья воля, что у Украины есть джавелины. Ну, согласитесь, что божественное провидение нельзя отрицать. Но, вы знаете, на самом деле, ведь верят они не в Бога, они на самом деле верят, вот все эти верующие, что в коммунизм, что в вегетарианство. Они верят в тараканов, которые бегают у них в голове. Вот это является предметом их поклонения. Те тараканы, которые бегают у них в голове, вот эти вот их комплексы, акцентуации, глупости, этот вот бред, в который они верят, это и есть предметом их веры. Бог для них, как бы такое вот удобное оправдание, собственное шизе. Все. И самое главное, это то, что дурак, он умеет верить лучше умного. То есть, ведь вере не надо учиться. Любой дурак, прекрасный верующий, он это делает сразу же, настолько профессионально, у него это получается так истово, чем человек глупее, я обратил внимание, тем быстрее он бросается в веру, и тем жестче он становится адептом этой веры, потому что у него появляется возможность, ровно ничего не делая, ровно ничему не учаясь, вдруг делать это на высочайшем профессиональном уровне. То есть, его глупость не является помехой, его не отягощает, его отсутствие мозгов и образования именно в вере. Вера – это самое лучшее спасение для дурака. Ничто не дает дураку такого ощущения комфорта и возвышенности над окружающими, как вера. Вера – это возможность дурака считать себя наравне с умным. Ну, у него же есть вера. И вот когда эти полоумные верят в то, что у нас там бандеровцы, в том, что, знаете, когда-то советским детям объясняли в школе, что в Америке афроамериканцы ввешают куклу с клананцей, и дети в это верили. То есть, вот предмет веры, который не нуждается в подтверждении, это такой, знаете, как бы интеллектуальный анонизм, такое вот рукоблудие для мозгов. Вот чем очень часто является вера. Вы как бы не пытались объяснить вегетарианцу, что вегетарианство приносит вред человеку сплошь и рядом, и что вот есть четкие доказательства, что это не естественно. Нет! Его вера в то, что так должно быть, главное. На чем хочу как бы завершить свой блог. Для вот этих всех истово верующих важно не только превратить, как правило, свою жизнь в глупость и в кошмар. Для вот этих вот оголтело верующих главное нагадить как можно большему количеству окружающих. Они не могут это хранить в себе. Они дерьмо своей веры пытаются одевать на голову окружающим. Они постоянно пытаются отравить жизнь тех, до кого могут дотянуться. Вот своей верой они должны всем нагадить вот это, вот испражниться своей верой, и вот чтобы это забрызгало максимум пространства вокруг. В себе они это не держат. Они не уважают мое священное, божественное, в Библии прописанное, дарованное мне Господом, что в Библии есть право не верить. Ведь Бог, если вы верующий человек, дал нам право не верить. Вот это священное право надо бы нашим верующим научиться уважать. А вас, друзья, я прошу подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь в соцсетях. Это помогает распространять мой блог и наших единомышленников, друзья, будет больше. А победа будет обязательно за нами. И в этой войне Украина и весь мир разгромят вот эту дьявольскую нечисть, которая прется к нам со стороны Российской Федерации. И произойдет это, потому что мы сделаем все от нас зависящее. Потому что за каждым из нас не заржавеет.